В 23.00 мы отправляемся патрулировать город. Ночь с пятницы на субботу, а значит вероятность встретить пьяных водителей возрастает. По мнению инспекторов, ловить любителей и погонять под шофе нужно на окраинах города. Черная японская иномарка двигается без номеров, чем не повод для остановки. Оказалось, водитель абсолютно трезв, но не без греха. У молодого человека нет водительских прав, да и штрафов примерно на полмиллиона рублей. Очередная квитанция и в копилку парня плюсуется еще один штраф. Автомобиль отгонять на стоянку не стали. После процедуры оформления мы поехали дальше. По радио координировал позывной «Радар» и прямо в центре города борт ДПС задержал отечественные «Жигули» с пьяным водителем. Однако разговора с рулевым так и не получилось. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы сели пьяным? Кого только не встретишь ночью в Улан-Удэ, а пока мы стояли и ждали, когда оформление подойдет к концу, тут, откуда ни возьмись, появился очень любопытный и весьма расслабленный персонаж. На каком основании? Я водителю объяснил. Его основание остановки. Данный водитель сейчас присел в автомашину, разбираемся с ним. На каком основании? Конечно. Есть нарушение правил дорожного движения. Угомонить любопытного молодого человека удалось только с помощью аргумента в виде вызова наряда ППС. Полицию вызывать не пришлось. А вот водитель, что под градусом сел за баранку «Жигулей», остался без прав и с квитанцией на оплату штрафа. Данная автомашина была остановлена. По пункту правил 2.1.2 водитель не пристег к ремнем безопасности. При оформлении административного материала по статье 12.6 от водителя исходил характерный запах алкоголя изо рта. При проверке через алкометр показания прибора показали 0.56, после чего был составлен административный материал. Всего за прошедшие выходные на дорогах республики выявлено 855 нарушений правил дорожного движения. Пьяных задержано 38, из них 15 в Улан-Удэ. Баир Цидыпов Вячеслав Батоев. Первая. Альтернативная.